Какой гриб ищут с помощью свиней? Макунга. Шампиньоны, может быть. Шампиньоны? Увы, Елизавета! Давай, я скажу. Ну-ка, макунга. Ну-ка, ну пускай будет это... Подберезовик. Серёг, нас хорошо слышно? Красава, блин. Как зовут тебя, дружище? Дмитрий. Дмитрий, я вас как зовут? Елизавета. Елизавета и Дмитрий. Меня зовут Евгений, рядом со мной стоит Дмитрий. Здравствуйте. Здрасте. Вы откуда? Город Старый Оскол. Я так и думал, в принципе. А как вас зовут? Елизавета. Елизавета, вы приехали отдыхать в Сочи из великого города? Я приехала пожить сюда два дня назад, из Тюмени. Ну, всегда пожить, да? Ну, пожить длительно. Я спрашивал, как вас зовут? Да. Очень волнуюсь, из башки всё вылетело. Лиза. Я вам сейчас задаю вопрос. Он идёт один на двоих. Кто знает ответ, кричит слово Макунга. Сразу же Макунга. 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 Ответ нельзя кричать? Нет, нет. Макунга. Кто первый крикнул Макунга, тому пять секунд, чтобы ответить. Отвечаем неправильно, либо мнёмся. Право хода другому человеку, а там мы уже кайфуем, отдыхаем, всё по красоте. Победитель получает два косаря, проигравший тыщенку. А если вы не отвечаете вообще, то Серёга, оператор, забирает всё бабло. Ага. Всё. Макунга. Говорим только в микрофон. Хорошо. Потому что если вы будете лобать не в микрофон, не слышно будет вообще ничего. Столица Египта. Каир. Макунга. Что мне надо сначала первое сказать? Надо посмотреть в камеру. Так. Макунга сказать. Макунга – это хорошо. Да. Каир. Каир. Один ноль в пользу Елизаветы. Аплодисменты жгучие. Спасибо, Дима. Кого на Руси называли толмачами? Скажите кто-нибудь Макунга уже. Толмачами. Опа, я слышал, Макунга была. У тебя пять секунд. Ну, любой чего не скажи просто. Ну, толмачами. Ну, работники. Итак, это очень неправильный ответ. Нет, Елизавета. Тебе я могу подсказывать. Да? Да. Подсказывать. Толмачи – это те люди. Если пришли другие люди, эти люди не понимают этих людей. А этим людям надо понять, объяснить, кто там… Учителя. Нет. Наставники. А? Еще одно правило. Те люди, которые подсказывают, они будут платить деньги выигравшему. Правильный ответ? Переводчики. Все верно. Дмитрий получает один балл, потому что подруга Елизавета подсказала. Один-один. Если кому-то не нравится, как ведущий ведет себя в этой передаче, идите куда? Нафиг. Идите лесом купаться куда-нибудь. Макунга! Какого рода слово «бутыль»? Макунга. Опа! Кто первый сказал «макунга»? Говори, говори, Елизавета. Итак, какого рода слово «бутыль»? Женского. Какого? Женского. Ты на камеру-то посмотри, там никто тебя не видит. И это совершенно... Правильный ответ. Среднего. 2-1. В пользу Елизаветы. Хлопаем в ладоши от души в душу. Смотри, они уже такие вялые, светлые все друзья. Они хлопают в ладоши нам. Димон, поддержишь? Да, да. Может, там вот такие же вопросы следующие, чтобы были? Попроще желаем. Сейчас посмотрим, как карта ляжет. Итак, внимание, вопрос. Персонажем какой пьесы Чехова является помещица Раневская? Я требую макунгу. Требую макунгу. Хотелось бы сказать... Хотелось бы сказать, это ваше слово, но почему-то не выходит. Сейчас. Типа что-то яблоневый сад или сад ураневский, нет? Очень близко. Вишневый сад? Да. Да? Ой, я даже не знаю, кому дать балл за все это безобразие. Давайте по двум, да и все. По баллу, по баллу. Итак, правильный ответ. Вишневый сад. Да. Даем по баллу. Поэтому 3, 2. Аллилуйя. Держи на 4 балла. Вот так, вот так, вот так. Вот так вот. Димон, не отвлекайся. Поставьте эти лайки, пожалуйста. Комментариев напишите целую кучу. Хорошие комментарии волшебные и дебильные комментарии, если у вас, ну, все плохо по жизни. Дебильные тоже пишите. Лайки. Надо, надо. Я понимаю, вы взрослые люди. Какие вам лайки в детский сад? Надо. Лайки вмандить. Остров в Атлантике, который переводится как ледяная земля. Так, нужно Макунга говорить. Макунга. Ну, предположим, это будет Антлантида. Макунга. Макунга, да? Атлантида у него. Антарктида. Антарктида? Да. Антарктида – это, конечно, материк вообще. О, какая она глупенькая, да? Вот Атлантида – это прям туда попало. Неправильно. Короче, не Тудыси и не Мудыси. Правильный ответ – Исландия. Макунга. Сереж, что ты там это самое? Ты меня слышишь? Серега, давай не хулигать. Тут люди стоят. Мы как бы нас передали. Поближе сюда, поближе. Подвижный оператор. Внимание, следующий вопрос. Какое растение иначе называют фиговым деревом? Макунга, напоминаю, Макунга. Макунга. Поехали. Ну, какой-нибудь финик по-любому. Нет. Нет, да? Нет. Я в этом отпуске только это. Сейчас она. Димон, сейчас она. Вопросы точно надо. Я уже забыл, что там было. Там растение какое-то. Короче, это я ем постоянно, покупая лоточки эти вкусные. Бананы? Нет. Я понял, я понял. Итак, она сказала, бананы, теперь твоя очередь. Макунга, это грецкий орех. И не орех, и не бананы. А это? Еще поугадываем. Еще поугадываем. Так, давай. Пальма какая. Какая пальма? Это инжир. Макунга. Хочешь? Какой гриб ищут с помощью свиней? Макунга. Макунга. Шампиньоны, может быть. Шампиньоны? Увы, Елизавета. Давай, я скажу. Ну-ка. Макунга. Ну-ка. Ну, пускай будет это подберезовик. Также еще называют конфетки вкусненькие. Пирамидка. Трюфель. Красава. Итак, счет. Три-три. Вопросов дофига вообще. Очень много вопросов. А что, все уже? Устали участвовать в передаче? Устали. Ну ладно. Вопрос номер следующий. По мнению Альберта Хаббарда, чтобы избежать этого, ничего не делай, ничего не говори и будь никем. Что он имеет в виду? Макунга. Опа. Молчание. Нет. Чтобы избежать, надо ответить, да? Да. Нужно ничего не делать, не думать. Сложный вопрос. А что делать? Подсказку зала. Итак, внимание, даю подсказку, если вы врубаетесь, орете Макунга. Ну вот, например, меня в комментариях тоже потихонечку уисосит. Говорят, ты вот такой вот сякой, этим подсказываешь, этим не подсказываешь. Что со мной делают вот эти все подписчики? Макунга кричит, Макунга. Троллят. Нет, другое слово. Ну, все просто. Оскорбляют, обижают. Нет, не оскорбляют. Они меня, типа, они думают, что вот, как бы, вот, меня нужно немножко пожурить. Либо, может быть, какой-то серьезный мужик. Макунга хейтят. Это критика. Три-три. Каким коротким словом называют единицу наследственности живых организмов? Ген Макунга. Да? Что? Ну, Макунга. Вот сначала Макунга, а потом, будьте любезны, ответ. Ген. Ген, все верно. Четыре-три. На какой реке стоит столица Венгрии, Будапешт? На какой реке стоит столица Венгрии и Будапешт? Ну, что, я погнал? Да. Да? Нет, никакой не Макунги. В Макунге нету никакой? Никакой. Никакой нет Макунги. Если бы я знал, как вам подсказать, я бы подсказал. Но я не знаю. Итак, первая буква Д. Д? Д. Дон. Макунга Дон. Нет. Нет. Пять букс. Нет. Букс. Йогурт. Последний йогурт. Дунай. Нет. Макунга Донон. Я слышал правильный ответ, но не звучало Макунге. Макунга. Дунай? Нет, нет. Братишка, смотри, когда кто-то отвечает, ты можешь прям вплотную подойти, я тебе отвечаю. Прям, прям, не боюсь, не боюсь. Если правильно, я тебе скажу громче. Давай, давай. Правильно? Правильно. Дунай. Дунай. Напомните мне счет с этим бородалом. 5-3. 5-3 в пользу Елизаветы. Давайте пока я выиграю, мы закончим. Мы серьезная передача. Все, дайте, дайте идти идет, давай, давай. Значит так, как по-немецки называется большая рубленая котлета? Макунга. Ну, предположим, бифшекс. Это неправильная макунга. По-немецки рубленая котлета. Большая рубленая котлета? Подожди, погодимая, подожди. Я только баварский, баварский пиво. Так, баварская макунга. Гросс, биф, предположим. Последняя буква, мягкий знак. Так, первая буква, ша. Шницель. Макунга шницель. Все, ребята, ну, давайте по-серьезному будем. Сначала мы орем макун. Вот будешь смотреть мои видосы, поймешь, зачем это слово. Я целую песню даже сочинила по поводу этого слова. Ну-ка, рассуди-ка нас. Чего это она говорит 5-4? Ну, потому что 5-4, реально, она там очень много угадала. Все, базара ноль, базара ноль, молодцы. 5-4, мы двигаемся, крутимся, вертимся. А Шницель кому засчитали? Ему, конечно. Он же Макунга. Конечно, елки-палки. Хорошо, все правильно. В каком году городу Санкт-Петербургу исполнилось 300 лет? У меня пресек хотя бы чуть-чуть есть, там хотя бы нет ни хера. А, есть еще, да. Два месяца без спорта, ребята, ну кто здесь? Кто подсказывает, тот ловешку закидывает. Димоня, даже не смотри туда. 300 лет. В минус уйдешь, елки-палки. Тебе это надо. В каком году? Давай я предположу. Просто я из Питера, как добрый день, ребята. Предположу только Макунга. Промежутки с 1900-го по 2000-е годы. Лысого коня-горбуна. В конце цифра 3. Понятно. Ну вы что, прикалуйтесь? Я не могу слушать это молчание. 2003 год. В 1703 году, ребята. Основали город, из которого мы приехали, кстати, сюда на отдых, между прочим. Кто приехал? Я приехал. И Серега, да. Мы из Питера. Йок-макарек, да. Да, на отдыхе кайфуем. Вопрос номер другой. Чему всегда равно произведение тангеса и катангеса угла? Ну, Макунга, предположим, 1,5. Лысого. Что там, тангенс на катангенс, да? Ну что-то такое, произведение тангеса, катангеса угла. О, молодец, Сережа. Молодец. Матунга. Подожди, Макунга, сейчас ее очередь. Да я... Конечно. А куда ты смотришь все время туда? Я могу пангру всегда. Произведение... Тангеса, катангеса, катангеса... Не знаю, чего. Не знаю. Иногда люди пишут в комментариях, а ведущий-то знает ответы на вопросы. Ведущий ни хрена не знает. Давайте этот вопрос закроем уже раз и навсегда. Ну? Ну, Макунга, 0. Всем коня горбуна, правильный ответ, единица. Макунга! Так было все там у них написано. Я не при делах, если честно. Про коня горбуна тоже, что ли, да? А это уже моя импровизация. Понятно. Осталось 5 вопросов. 4-5, да? Да. Внимание! Что, согласно выражению, прячут в воду, скрывая преступление? Так, я... Ах, вы такие! Аж по губам не научатся. Мне что, смотреть на вас, на Федука и вот на всех остальных? Федук, это он там, да? Что прячутся? Обалдеть, ребят, ну прикалывайтесь. Ну-ка, сними их. Они подсказывают, век воли не видать. Федук, ё-моё, моряк. Моряк, да. Все, давай обратно. Давай, я скажу. Макунга, макунга, тень. Ну, прячут в воду, ребят, ну кто здесь? Подсказка. Если вы сейчас... Внимание, подсказка. Посмотрите у меня ниже пояса. Вы что увидите у меня? Давай. Что тут у меня? Болтается-то между ног. Яйца. Какие яйца-то? А, блин, что там? Давай, я скажу. Макунга. Яйца, хозяйство, яйца. Чего? Конец, ёк-макарёк. Концы, концы, в воду. Это классная подсказка. Обалденная просто подсказка. Держи, колбасу держи. Никому баллов не будет. 5-4. Так, так, вот так. Я уже, у меня голова устава. Напекла головушку. Надо же шлем тоже одевать какой-то. Немай месяц. Наука, разделом которой является гигиена. Макунга, скажи. Макунга. Биология. Это неправильный ответ. Сейчас она отвечает до Талова. Такие правила. Что такое гигиена? Наука, которая изучает гигиену. Кто хочет отвечать? Макунга. Ну, предположим, анатомия. Всё очень неправильно. Наука, наука. Это медицина. Макунга. Какой счёт, напомните, господа? 5-4. Интрига. Интрига. А у нас-то 3 вопроса ещё. Понимаю. Название. Какого кондитерского изделия совпадает с названием западного ветра? Ты на них-то не смотри. Ты куда смотришь-то постоянно? Камеру смотри. К камеру смотри. Западного ветра, блин. Кондитерское изделие западное. То макунгу орать будет. Подожди. С вкусной штукой. Макунга. Ну, пускай пудинг. Это не пудинг. Не пудинг. Да. Восточный ветер. Как он называется? Внимание, подсказка. Это вкусное изделие. Бывает в шоколаде. Ну, бывает так вот там розовенькое, беленькое. Макунга. Можно сказать, да? Давай, давай. Ну, пончик. Пончик. Давай я попробую. Пончик у него. Макунга. Макунга. Эклер, может. Нет. Ну, короче, одна на другой. Такой толстенькая, пухленькая, мякенькая. Оп-оп вот так вот сделал, пахал. Вроде не очень вредная, говорят. Ребят, ну, давай попробую. Макунга. Безе. Безе мне тут туда же, ребят. А вообще в названии восточный ветер. Итак, внимание. Забудьте про восточный ветер уже, наконец. Это просто сладость, которая продается в магазине. Первая буква З. Зефир. Макунга. Зефир. Ну, макунга, зефир. Не получается, наоборот. 6-4. Это зефир. Макунга. Макунга. Сейчас, секундочку. На чем мы остановились? На зефире. На счет 4-6. 4-6. Да, два вопроса. Держи. Какое... Сюда поближе. Какое средство массовой информации получило свое название от названия монеты? Макунга газета. Йок Макарек. И это правильный ответ. Аплодисменты. 5-6. Интрига. Интрига. Итак, смотрите. У вас сейчас последний вопрос. Либо она берет очко туда-сюда, либо потом тудым-сюдым. Либо суперигра, да. Чего она берет, не понял. Еще раз. Как вам не стыдно, Дмитрий? Сидите. Что, простите? Это она песню вспомнила о этой синтосамке. Внимание, очень серьезный вопрос. Какой металл составляет основу мрамора, гипса, мела? Какой металл составляет основу мрамора? Известняк. Нет? Да не металл. Нет, нет, нет. Гипс. Мрамор, гипс, мела. Какой металл? Ну. Я еще раз хочу сказать. Эти вопросы придумал не я. По телевизору всю эту лабуду показывают. Понимаете? Что, они там врать не будут? По телевизору всегда же правду нам говорят всегда. Нашли дураков. Подумай, подумай. Что у нас из железа есть? Ужасно держишь микрофон. Да, что там из железа у нас есть? Алюминий, медь, сталь. Это все не то. Что ты сказал? Алюминий, медь, сталь, что там? Не, не, не. Отслышалось. Вытягиваю, видишь, его? Ну, хочется продолжить, понимаете? Не, 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 не торопись, не торопись. Давай, знаешь, как сделать. Короче, ладно, подсказка, ребята, смотрите. Короче, у меня сломалась рука. Сейчас. У меня сломаны кости нахрен вообще. Обламываюсь по жесткому. Вообще не купаюсь нифига. Ничего, ни турники, ни хрена ничего не делаю. И мне не хватает этого. Вроде бы этой. Макунга. Ну, предположим, это будет цинк. Что? Цинк, он сказал. Что принимать ему нужно сейчас? Кости сломаны. Да. А все, у тебя плохо. Ну, подождем, может, макунгу орать? Все, это сейчас нет. Макунга. Ну, это, я не знаю, это стали. Металл это или нет? Кальций. Абсолютно верно, кальций, ребята. Это что, металл? Я говорю, металл, не металл. Мне вообще по барабану. Это слабое звено. Вопрос там был у них в передаче. 6-6, ёк-макарёк. Супер игра! Кто здесь? Давай. Все здесь. Какая интрига, мать её. Какое, слушай внимательно. Какое культурное растение, иначе называют послён клубненосный? Послён клубненосный. Ну, давай, попробую. Ну, макунга? Макунга. Картофель? Угу. Ты чё дурака? Конечно, картофель! У-у-у! Да! У нас есть победитель! Второе место у нас получает Дмитрий. И второе место, это всего лишь тысяча рублей. Косарик. Так, тысяча рубасиков. Так, что-нибудь напоследок, Лупани? Развивайтесь, читайте книги, чтобы всегда выигрывать. Привет кому-нибудь. Ну чё ты, раз? Придаю привет. Подписывайтесь на вот этих ребят. Всё. Деньги реальные, да? Деньги реальные, да. Деньги реально нереальные. Погоди ещё, пока не уходи. 2000 сестерцев вручаются Елизавете. Идём гулять! Ура, ура! Туси-Муси, Туси-Боси. Спасибо. И напоследок песня. Песня? Да, песня. Я тебе... Да подожди, друзья. Надо песню спеть какую-то. Не-не, сюда колбасу. Так, слова здесь поедут. Вот слова. Вот и всё вышло так. Удержать не смог в своих руках. Ты моей любви. А можно вас на потанцовку, пожалуйста? Ну, я вас умоляю. Для поднятия хватов, пожалуйста. Ты в моей... Елизавета, почему мы не поем? Вы не поёте. Ты в моей любви. Я не знаю. И не друг, и не враг. Я могла любить тебя, но как? А, это я понял, что ты не знаешь. Птицы в клетке жить. Ты прости, я улетаю. Ведь я теперь совсем другая. Ведь я теперь как птица в высоте. Димон. Была любовь. Была, но только всё прошло. Тебе другая сегодня. Я одна, одна птицей улететь смогла. Была, ведь любовь была. Кис, всем пис. Мир, тудыси, мудыси. Подписывайтесь на этот душевный канал. Не забывайте, что есть другой канал. Мой тоже влоговый, где будет о том, как мы съездили в это путешествие чудесное. Это будет в описании. Вся хрень написана. Ставьте эти лайки, вонючки. Обязательно ставьте лайки. Если вы не будете ставить лайки, то не будет просмотров, то не будет ни хрена вообще ничего не будет. Буду на заводе работать. Мне это надо. Мне кормить. Ребенка целого уже 6 лет. В школу. На следующий год надо уже будет идти. Лайки обязательно. На этой ноте заканчивается передача. Спасибо, ребята. А что с рукой-то? Лайки обязательно. я погнал поводу то что там нужно лайки ставить я реально не шучу этой херней вам придется заняться если вам очень нравятся видосы с моим участием наставьте их целый килограмм я уже говорил побольше сделайте себе аккаунтов и с них лупите подписывайтесь вот это вот все делается если не подписались тоже подпишитесь тетеньку мне на рассылу и на растерзание все погнали опустоши свой мозг не думай ни о чем этот мир сейчас прошла я не причем это это миг лави наблюдай не думай моментом симптом Субтитры сделал DimaTorzok